Хорошо, когда доходят руки, что называется. Потому что вроде как считается... Два года. Да. Вроде как считается, что, ну, типа шаманы и так далее. Со старта-то было как? Ну, они какое отношение к политике? Да и просто поедут, о-о-о, что-то еще, ну, пусть в Крым ездят, но это вообще не имеет отношения. Я еще застал времена, когда Соловьев и Симоньянов, я в Америке лично был в Англии, встречался, с сенаторами, конгрессменами из палат представителей, когда говорили, ну, не-не-не-не, журналистов никогда, ни под какие санкции, ни при каких обстоятельствах не подведут. Просто вот даже не надейтесь. Этого не будет никогда. Я говорю, ну, вы поймите, они пропагандисты. Они проповедуют человека ненавистничество, людоедство и так далее. Да, ну, ведь у этого есть форма. Не-не-не-не, есть международное понимание того, что есть журналистская деятельность, даже если эти люди ангажированы властью, но все равно, все равно, все равно этого не будет никогда. Мы дожили до того, что даже вот этих клоунов, уже не то, что там, ладно, Симоньянов, Скобеевы, Соловьевы, но уже даже и эти. Гагарины, какие они там, Гагарина непонятно, шаманы тоже непонятно, какие они и так далее, уже и их отовсюду выпиливают. У меня замечательный был эфир по их поводу, как раз с Портниковым. Вот надо отдать им должное, он в эти вещи как-то более глубоко смотрит, так сказать, на поверхности. Ну, он вообще отличается склонностью к тому, чтобы оценивать через какие-то вещи более глубокие. Это хорошо, потому что вопрос-то стоял, а насколько для них это болезненно? И он говорил, что поскольку это люди поверхностные, и поскольку они материально мотивированы, естественно, они ни во что не верят, ни в хорошее, ни в плохое, ни в Путин, ни в хорошее, они все равно, давайте так говорить, делают это за деньги. Для них, конечно, болезненно то, что они лишаются коммуникации, аудитории, географии, всего остального. Их настоящая жизнь на Западе. Вы знаете, мне еще рассказывают, что Киркоров, который тоже под некоторыми санкциями находится, он же активный пользователь, я забыл, как он называется, для мужчин, для гетеро, по-моему, Тиндер, а для геев Гриндер или как-то вот так. Ну да, у них есть какой-то свой аналог. Какой-то, да. Я никогда не видел. Не гетеро, подождите, Тиндер это для гетеро, а для... Да, Тиндер для гетеро, а для геев Гриндер, по-моему. Как он называется, я точно не знаю. Вот, ну, не секрет, я не гей, поэтому мне как-то необходимости нету. Я обычный, в общем, примитивный достаточно. А я, честно говоря, гей, если вдруг кому-то интересно. Ну, здорово. Если кому-то нравится, то, ради бога. Мы как бы, мы из-за геев. Но я хочу сказать, что он вот пользуется Гриндером за пределами Киркоров России. Он приезжает в Майами, часто бывает, у него дом там. Сейчас не знаю, сейчас, наверное, нет, но он пользуется, потому что он свою фотографию вставляет и знакомится там с геями. И геи, которых я знаю, просто, они говорят, что он постоянно появляется. То есть я к чему это все рассказываю? Вы понимаете, как до них болезненно отодвинуться вот оттуда? На донбассском Гриндере же не сделаешь шага? Ну, вот представьте, он вот в Донецке... Заведание с шахтером, который... Шахтерами. У них эта оргия с шахтерами. Понимаете? Ну, как-то, в общем, где-то... Понимаете, не их это все. Не их. Вот их оно, вот Монако, там, Майами, Капфера, это Форт-Адейм-Арми, ну, и другие такие же приятные места, там, Греции, там, еще там, на Ибице и так далее. А вот это не их. Для них это очень-очень болезненно. Ютуб – это одно из окон в этот мир. Понимаете? Чтобы они как бы чувствовали себя сопричастными вот где-то вот к чему-то этой жизни. Понимаете? И когда их выпиливают оттуда, они частичку себя утрачиваются. Да, деньги перевешивают. Да, страх перед властью. Они же являются инструментом этой власти. Перевешивают. Но все-таки они ощущают свою оторванность от органически дружелюбного к ним, френдли, да, мира. Каким, безусловно, западный мир для них является. Особенно для артистов, для всех вот этих вот людей, культурной пропаганды. Я их так называю. И поэтому, конечно, и безусловно, Ютуб, Ютуб вообще это, и Гугл, давайте так говорить, это вообще, ну, какая гей-площадка существует. Потому что я не имею в виду сам содержание. Я имею в виду очень великое участие, уважение гей-сообществу, именно Гугла, и всех вот этих силиконовых проектов. Ну, это очевидно, да. И как бы если даже здесь их сегрегируют, даже здесь их, так сказать, за своих не считают, это очень болезненно. И я считаю, что есть такие истории, в которых нельзя оправдывать. Вот, знаете, меня часто управляют, ну, Фегин какой-то гомофоб. Он постоянно издевается над геями из Кремля. Там над Володином. Ну, естественно, это не так. Естественно, это не так. Мы издеваемся над геями не потому, что у них нетрадиционная ориентация. Не потому, что они, так сказать, еще и в чем-то чуть-чуть люди, да. А ровно потому, что это никогда не оправдает того, что они делают, как политики, как государственные чиновники, как лица, которые ответственны за гибель людей в Украине, за тюрьмы в России, за преследование, за все, за узурпацию власти, коррупцию и так далее. Вообще не оправдывает. И так не бывает, что если ты злодей из злодеев, но еще я немножко гей. Поэтому вы должны меня пожалеть. Вот так не бывает. Или там я немного еврей. Вы же не будете антисемитизмом. Ребята, будем. Будем заниматься им, если вы считаете, что вы можете прикрывать свои злодеяния принадлежностью то к меньшинству национальным, то сексуальным, то еще каким-то. Будем еще как. Будем понукать вас за это. Будем щелкать вас за это. И ни один Соловьев поменявший 100 фамилий будучи евреем никогда не отмажется благодаря своему там какому-то там ну хотя бы из евреев я уже выписал его, но еврейство он никогда не отмажется от того, что мы его будем встыкать. Понимаете? Нам насрать. Веселица для всех одинаковая. И для таких, и для сереньких, и для беленьких. Поэтому пусть не думают, что вот их сущность, а мы вот вы. Мы вот такие. Нет. Вас никто не оправдает и вас будут это делать. Я не сам написал, немало жалоб, чтобы такие каналы закрывали. Мы вот это делали. Друзья, это была, знаете, такая первая тема или первая новость для того, чтобы мы с вами улыбнулись, потому что дальше пространство для радости у нас будет становиться все меньше и меньше, а серьезности будет прибавляться. Значит, из последнего тоже, то что сегодня стало известно, вот буквально там партийцев назад, Марк о том, что некий Виктор, Виктор О, отправляется в Москву. Скорее всего, он там окажется уже завтра. Я напомню, что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, буквально два дня назад был в Киеве, встречался с президентом Зеленским, и в том числе там прозвучали предложения по прекращению огня. Первый шаг, не знаю, первый пункт, как угодно, к тому, чтобы приблизиться к условному миру. Это у нас история номер раз. Вторая, еще, наверное, важнее, по крайней мере, с моей точки зрения, это заявление президента Зеленского. Он пообщался с Блумбергом и в большом интервью сказал много резонансных вещей, прежде всего, о том, что, оказывается, у нас могут появиться посредники для переговоров с Россией. Китай и США могли бы принять в этом участие. Россия уже сказала нет, устами Пескова, что нам не нужны посредники, но тем не менее. Это новое, этого не было. И напомню, что украинская сторона категорически отбрасывала все переговоры. Что происходит и можно ли предположить, что, не знаю, может быть, Орбан становится каким-то посланцом? Ну, мы вот рассуждали ведь на эту тему, правильно? Мы же говорили о том, что Орбан приехал именно как с посланем от Москвы. То ли он с ней переговаривался, то ли он с Москвой этот вопрос непосредственно решал, его прямо послали, то ли он там наряду с этим заданием, поручением, еще какие-то свои цели преследуют. Ну, ему надо показать, что он не прокси Москвы, а вот он умиротворец, он же, вот смотрите, пытается войну прекратить. И тогда с него смывается все вот его поведение по прикрытию Москвы. Он, помните, против всех пакетов голосования со старта голосовал, потом там компромиссы про помощь Украине, про, ну и так далее, и так далее, и так далее. А тут вроде как, слушайте, я это все делал не просто ради вот там, что мне денег заплатили по газовым делам, значит, не-не-не-не-не-не. Это вот я вот искренне хотел мира. Я понимал, что варвары с Востока могут напасть, а я всех защищаю. Я вот хороший элемент коммуникации. Я вам не Шрёдер, я лучший. Я вообще целую страну возглавляю как глава правительства и так далее. То есть я думаю, у него есть и личный мотив, но то, что он сейчас едет в Москву сразу после Киева, определенно свидетельствует, что он едет по итогам этих переговоров с Киевом для того, чтобы что-то сообщить. Да, публично было заявлено о том, что все неприемлемо. Украина неприемлема к прекращению огня. Жовкого представителя Офиса Президента об этом заявил. Москва заявила, что она не согласна на посредничество из пяти сторон стран, которые там... Частью стран Китая, Россия, США, Украина и так далее. Но наверняка Киев передал какие-то свои предложения. Я уверен в этом. Орбану. И Орбан... Ну, это не на уровне там давайте я вам по электронке вышлю и вы там сами разбирайтесь. Нет, он должен передать лично. Из Уста, что называется. Он наверняка встретится с Путиным. Я уверен в этом. И они, так сказать, за столом поговорят, что он сказал такое, еще и почему. Потому что, понимаете, как Москва даже специально пригласила Орбана, чтобы создать впечатление, что он о чем-то таком поговорил. Зеленский, ну, типа, Зеленский просит 20 арбузов, и он отваривает. Чтобы создать такое впечатление. На самом деле, это не так. Но Москва любит эту разводную игру. Вот смотрите, Орбан снова к нам поедет. Сейчас вот после Киева мы там будем вопросики решать. Это чистейший разводняк. Это очень важная картинка для создания именно такого ощущения. Понимаете? Что есть что-то такое, что нельзя проговорить по телефону. Что надо вот только тет-а-тет. Глаз на глаз. Естественно, ничего этого нет. Но Москва в эту игру играет. Почему? Потому что она считает, что на выходе она создает навес над офисом президента, над Зеленским, над его администрацией, когда ему нельзя будет отвернуться от любых предпосылок, любых вот переговоров, которым его понуждают и Вашингтон, и Москва там со своей стороны пытаются эту ситуацию использовать. Ну, и какие-то другие игроки там в Европе и в других местах. Вашингтон главный здесь, потому что и администрация. Байдена хочет переговоров, потому что она может их продать на выборах, а у Байдена нехорошая ситуация, плохая ситуация в качестве кандидата и нужно любые очки собирать в свою пользу. И очевидно, что сначала защита суверенитета, которую Байден описывал за свои достижения за два с половиной года войны, что сохранили суверенитет Украины, не дали ей пасть за три дня, как хотела Москва. А теперь переговоры, смотрите, мы еще и войну прекратим. Мы ее остановим. Это вот я, я Байден, мои администрации, мои переговорщики с Элеван и другие, вот они вот этого добились. Что будет после ноября, после выборов, кстати, может выиграть и Трамп, когда математика совсем изменится этой игрой. Это уже второй вопрос. Это дальше будет отдельно решать. Снова собираться и думать, а нам будет выгодно это или то. Но вот сегодня нужно в эту игру сыграть. И возможно, Киев втянули в эту игру, и Киев понимает, что трезво понимает. Я не считаю, что в Киеве не понимают, что с кем они делают, что Путин недороспособен, что он требует ультимативные, что он хочет все, а не чего, а не минимум чего-то. Прекрасно понимает. Как-то вот Киев описывает выражение, что там наивные люди сидят. Я не говорю, что они там какие-то выдающиеся, но они это понимают и все это понимают. Мы об этом говорим, все об этом говорят, все это понимают. Только наивные люди могут верить, что с Москвой можно договориться. Ну какой дурак поверить, что с Путиным можно договориться. Вот какой дурак, какой идиот может верить Путину. но только сам себя уговаривать нет, государственная политика она исторический масштаб имеет люди на таких уровнях, они за слова отвечают да и Путин много за свои слова отвечал он Путин много делал из того что Россия брала на себя в качестве обязательства начиная от признания Украины в ее границе в 91-м году, заканчивая Будапевский монорандум и не говоря уже про всякие минские соглашения, про всякие обязательства не нападать и так далее смешно, да? Поэтому на самом деле здесь нужно значимую часть отнести к игре со всех сторон и там, и тут, и так далее да, на фронте военное равновесие, такое, которое изменить можно только, ну какой-то гирькой на весы решающей, да, нельзя атомной бомбой или еще чего-то этого не происходит, а значит нужно бороться за преимущества, которые можно получить дипломатическим, политическим или иным схожим путем и Москва в этом надо отдать ей должное они могут плохо воевать, но вот что касается разводника они это умеют они это умеют, они не раз это демонстрируют разводняк у них очень часто получался очень часто и они не жалеют на это ни сил, ни средств они используют даже неких агентов А для того, чтобы, так сказать, информационный навес этот создать и на него ведутся я вижу, что на это ведутся и в Украине ведутся и во власти ведутся и воспринимают это каким-то значимым инструментом договорника между Вашингтоном и Москвой а давайте вот запускать таких для того, чтобы они создавали контр-игру и так далее поэтому на самом деле Киеву нужно вовлечься в игру с одной стороны а с другой внутренне быть готовым ни на что не сдаваться, ни на что не соглашаться ну хотят говорить о том, что ну давайте переговоры а какие проблемы Зеленский предлагал трехсторонние переговоры без соприкосновения сторон по зерновому формату по стамбурскому когда зерновая сделка заключалась без прямого соглашения между Россией и Киевом а при посреди ООН и Турции которые в свою очередь с одной и с другой стороной заключают трехсторонние соглашения это конечно неподходящий дипломатический формат для завершения войны это точно еще как-то для зерновой сделки которая и без того не работала еще подходит но для формата такого нужны непосредственные разговоры конечно нужны непосредственные переговоры сторон да, с участием посредников да, с гарантами должны появиться гаранты вот Китай должен быть таким гарантом от имени Москвы пусть Китай сидит и если вдруг соглашение будет достигнуто все его подпишут то Китай будет отвечать за его исполнимость со стороны Москвы ну а Америка будет отвечать за Украину справедливо справедливо это формальная сторона ну форматная сторона а содержательная сторона она в чем? как можно договориться скажем так ну если не без ущерба то с минимальным ущербом для Украины да, территориальным суверенитетом и так далее и соответственно соблюсти требования международного права Китай между прочим тоже стоит 12 пунктов мы много раз об этом говорили первым пунктом обозначил уважение международного права суверенитет и территориальной целостности то есть аксиоматичный вопрос решили Москва и будет отказываться пока ей будут предлагать принимать участие в любых форматах там где международное право вопросы международной безопасности поставлены в качестве главных в качестве инструмента урегулирования споров между и конфликтов и войн между странами и народами Москва если переходит в этот формат под гарантией того же Китая все, она тогда должна уводить свои войска с территории Украины кто в это поверит что она увидит кто поверит что Москва просто возьмет и добровольно сдаст позиции поэтому здесь перетягивание оно продолжится оно продолжится у нас есть несколько предложений первое это от Орбана то что мы сейчас вспомнили Эрдоган сказал о том что тоже если включить режим прекращения огня то будет здорово первый шаг к миру более того он предложил себя как посредника но Россия песков с нотки сказали категорически нет и тут интересно Марк не знаю может быть обиделись на Эрдогана но дальше Путин говорит о том что стамбульские договоренности остаются на столе и могут лечь в основу продолжения договоров по Украине тут важно отметить и вы об этом это часто подчеркиваете мы в принципе знаем что хотят от Украины по этим стамбульским договоренностям но я не помню где фунт знаете как две колонки за и против то есть вот колонка Украины а что в колонке России ну вот там же нет ничего и более того все что было написано в стамбульских договоренностях оно было неприемлемо для нас в 22 году а через два с половиной года полномасштабной войны и трагедии сейчас тем более почему и что дает такую уверенность Путина или снова какие-то понты и блепы которых вы говорите что хоть кто-то будет от этого отталкиваться оно не жизнеспособное на старте сокращение вооруженных сил демилитаризация демилитаризация да во-первых вот то самое что вы сказали понты и блеп это раз во-вторых Путин хочет использовать именно сейчас ситуацию когда выборы меняют власти в разных в разных географиях то есть в Америке будут выборы в ноябре и он продолжает пугать приходом Трампа ну по-своему они вот например по Франции видели скандал идет между Марией Липен и Министерством иностранных дел России которая вроде как типа сказала что мы тут как бы здесь а она сказала не надо не лезьте вообще слезьте и так далее то есть это говорит о том что Путин хочет использовать этот момент потому что если после ноября вдруг представим даже вот побеждает Трамп допустим даже если и вдруг он говорит да Володя поехали договоримся значит тебе 20 мне 80 он же так будет говорить ну это же логично ты забираешь свои территории которые оккупируешь я буду уговаривать Зеленску чтобы он на это согласен но вот извини дружок вот все что ты не оккупируешь уходит и в НАТО и в ЕС и далее и далее и далеко 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 от тебя и мы ставим такой забор который даже никому не снился как Вавилонская башня и Чао ну хорошо же ну же выгодно ты же получаешь какие-то территории Крым там ну пусть их не признают Украина ну как говоришь ну ты же их оставляешь за собой но разве Путин на это согласится но разве Путин не хочет именно контролировать суверенитет Украины разве не об этом война которую он затеял именно об этом потому что хочет он как я еще раз подчеркиваю всей Украине ровно поэтому нечего предложить он в этих переговорах предлагает а мы за это не пойдем на Киев ну именно же это предлагается когда он озвучил свой публичный этот ультимативный план что три условия предварительных у нас надо три предварительных условия до административных границ четырех областей Луганской Донецкой Запорожской Херсонской выводите части ВСУ соединения снимайте все санкции третья страна вообще с какой стати не участники этих переговоров как Австралия которая вводила санкции или Канада я уж не говорю ну там ладно Европа Америка почему они должны снимать санкции как они а я не хочу скажут все значит переговоров не будет и третий внеблоковый статус это для него самое принципиальное никакого нога вот его озвученный план вопрос кто взамен ну взамен он говорит а мы тогда не пойдем до Киева мы тогда не захватим всю Украину во-первых кто в это поверит что он этого не хочет и что он от этого откажется никто а во-вторых ты еще дойди до этого Киева а что ты не доходишь что после наладки помощи и так далее уже не так интенсивно это все и не такая перспектива уже вот в одном моменте ну хорошо они там где-то продвигаются где-то чего-то но это все так медленно а лето-то уже к середине подходит через полторы недельки уже середина лета да а там уже в другую сторону все пойдет зимушка зима опять пауза опять перерыв а там кто его знает что еще произойдет поэтому именно из-за того что любой другой формат при отсутствии вот этих ультимативных требований предполагает а что взамен он и не пойдет на него потому что что взамен оно предполагает и дипломатический компромисс и как раз возвращение к этим международным правовым нормам которые требуют уважить суверенитет территориальная целостность границы ну а тогда что вообще рассуждать если он отрицает международное право тогда он может требовать вот мне четыре области вот я хочу и все а какие для этого правовые основания да никаких я просто вот занял и хочу я вот хочу а почему мы должны идти тебе на встречу ну потому что я тогда могу дальше воевать у меня ядерное оружие а украины его нет ну типа такого разговора а так сказать если так сказать вы переходите вы поставите того что вот уставку ООН вот страны посредники и гаранты в лице Китая и Соединенных Штатов вот участники конфликта вот позиции сторон да они бы могли настаивать только на том что да выводя по международному праву апеллируя к нему используя его как инструмент надо освободить все до границ 91 года и да требовать защиты интереса русскоязычного населения русского языка чтобы Украина принимала на себя такие обязательства и так далее но даже по поводу внеблокового статуса ничего нельзя требовать от Украины это никакого отношения к русскоязычному населению и русскому языку и культуре там черт знает чего не имеет вообще членство в НАТО никак не противоречит наличию русского языка защита русскоязычности вообще никак не связано это вообще на разных орбитах находится значит камень преткновения это интеграция Украины в западное сообщество и военное и политическое и экономическое и другое уход от России вот чего не хочет допустить Путин и я настаиваю и думаю и продолжаю говорить что пока не будет определен инструмент договоренности договориться они не смогут если это не международное право окей окей откидываем международное право по международному праву все и так ясно все понятно вот страна вот ее границы вот она на что имеет право хорошо давайте не так давайте право сил по факту вот вы сильнее вы как армия сумели добиться того что оккупировали 20% территории Украины окей окей тогда хорошо таким образом тогда Украина имеет тоже право на защиту своего суверенитета что посредством НАТО что собственными инструментами ну я опять возвращаюсь к теме создания атомного оружия как вы можете обязывать Украину оставаться в безъядерном статусе кто ее может заставить ой вот она подписала взяла обязательство вы пожалуйста заставьте ее соблюдать международную право международную систему безопасности ее соглашение обязательства договоры вы же отрицаете международное право вы сказали что можно на это отбросить как ненужный инструмент нет говорят они нет вот вы продолжаете оставаться в рамках своих обязательств международных в том числе взятых на себя или навязанных вам там через Будапешт а мы можем эти обязательства не соблюдать опять как договориться тогда кто-то скажет ну атомное оружие это крайняя мера это какая-то крайняя история зачем ты вот это представишь ни американцы ни Европы это не одобрят разве в таких вопросах существовать или не считать Украине Киеву разве надо оглядываться на Америку и на Европу каким бы уважения не было и каким бы желанием присоединиться к западному миру не было а разве это вопрос не о существовании самой Украины будет она или нет если так будет стоять вопрос и понятно будет что гарантировать это сохранение Украины как государство эти западные советники не смогут тогда что делать Украине что ей делать согласиться подпасть чтобы ее потом как сказал Байден на этих переговорах на дебатах о чем мы уже упоминали Украина стала инструментом продолжения после ее сдачи дальнейших планов Путина по продвижению в Сувалковский коридор Балтия Молдова да хоть Грузия хоть Польша хоть куда он кстати Польшу назвал Байден чем это в Украине не надо мало того что вытратили силы нации на защиту от суверенитета напали на Украину убивают гражданское население солдат офицеров всех на свете давай еще они потом дальше их продолжат использовать убивать их уже на чужих территориях ну заставят же подпал пойдешь куда делишь понимаете если одна большая Буча и Украина переименует Бучу понимаете поэтому на самом деле они не договорятся потому что вот этот вопрос он нерешаем мы из чего исходим с права силы или права как такового и пока этот вопрос не будет урегулирован потому что все форматы кроме предлагаемого Москвой они все предполагают все равно опираться на международные правовые нормы на них предлагает швейцарский форум опираться на них предлагает опираться так сказать Китай ну извините они 12 принципов заявили если они от этого отказываются то тоже пусть заявят что нет нет это можно в сторону отбросить уважение территориальной целости международной признанной границы ну отбросили и все и тогда разговаривайте на другом языке и тогда решайте вопросы по другому что касается Эрдогана но ведь и Эрдоган не может от этого отказаться но не может он одобрить и участвовать в переговорах которые фактически решают суверенитет Украины каким бы теплыми отношения Эрдогана с Путиным не может потому что завтра у него там курды выйдут и он все время оперировать по международному праву еще к чему-то территориальной целостности в ущерб принципу права нации на самоопределение а почему курдам не самоопределение у них северский договор за спиной еще много чего а ты давай курдам дай тогда возможность независить лучше щелкаешь резонно Китай который значит стремится к территориальной целостности и уважении говорит Тайвань это часть всего Китая признаваемого всеми что Китай едино вместе с Тайвань ну юридически это действительно так одна страна две системы но если он признает что можно вот так отделить путем военным путем территории погодите тогда Китай почему оперирует почему Тайвань тогда должен находиться в составе Китая ну юридически я почерпаю юридически фактически этого нет поэтому пока в этом принципе не будет определенность держаться его или нет они ни о чем не говорят и все понимают что Москва она его игнорирует этот принцип просто потому что у нее 600 на боевом дежурстве ядерного зарядника ну какие взлетят какие нет это другой вопрос но вот и другого-то ответа то нет что мы себя-то обманываем и решить это может пока сегодня только военным путем если запад решительно передаст вооружение он это возможно сделает после того как ни одни переговоры не удадутся хоть в Стамбуле хоть с Орбаном хоть с Перри Орбаном хоть с Трампом хоть с Шрампом если вот они не удадутся слушайте ну мы все попробуем в швейцарском формате с Китаем ну все попробуем но ничего не удалось ну извините мы умываем руки вот Украине все идите как хотите ну так поэтому на самом деле я считаю что ни один из тех которые мы с вами общаемся формат не перспективен убьем esperando Субтитры подогнал «Симон»